Здравствуйте! 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 Ждем сейчас, секундочку. Ждем. Что-то я, наверное, запуталась. Подождите секунду. Что-то не получается соединиться. Секундочку. Давайте разберемся. Так, вот видите, да, технические помехи у нас. Еще раз попробую. Что-то происходит. Не получается у меня. Подождите. Все, сейчас будем вместе. Здравствуйте. Видно? Давайте сейчас. Видно и слышно. Все, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, как ваши дела? Соединились. Вас что-то плохо видно. Сейчас все настроится. Еще грузится. Меня слышно уже? Вас слышно, но, по-моему, пока не видно. Давайте я тогда, ну, поговорим немножко, пока вас грузится. Жирканая, знаете, что-то давно не говорили вы мне. Как ваши мальчишечки-то? Что с ними? Я помню, у вас же один был малыш щелочной, да? Были там немножко какие-то эпи, ну, эпи-судороги. Было такое? Расскажите нам. Да, мальчишки были судороги. Ну, сейчас вот буквально три дня, как мы нормализовали мочу, как вы мне сказали, я сделала. Даже на температуре 39 у меня не повторились судороги. Хотя на температуре 38,2 они у меня прям били сильно. Сейчас у меня уже все хорошо. Он был у меня кислый, у младшего у меня вот щелочной. А, то есть вы с электролитами же проработали все, что я вам сказала? Да, все, что вы мне рассказали, мы сейчас сделаем. Конечно, у нас там все обширно, но результаты уже есть, я довольна. Чуть позже я все, что... Кандиду мы травить с вами не будем. Не будем травить кандиду? Или все-таки попытаетесь? Нет, я знаю, что я глупый вопрос задала, я такая тоже пришла и говорю, а мы будем? У меня кандида, младший спать хорошо начал после того, как я его вкислить начал. С самой общей жизни. И он опять говорит дальше. Вы что, представляете? И с кандидой говорит. И с глистами. Да, получается. Вот так, вы понимаете? Да, было, конечно, весело. Будем обсуждать жирканай. Давайте вопросы мне задавайте, потому что я знаю, вас группировали вопросы, а то я опять в медицинские дебри уйду, как всегда. Да. Смотрите, вопрос самый, наверное, актуальный. Очень много родителей просили поднять тему, как связано ВЧД, гипоксия, все-все-все вместе с метаболизмом. Вот как это может быть все вместе? Смотрите, давайте так. Это очень обширный вопрос, потому что внутричерепное давление – это отдельный вопрос. Это может быть в результате сдвига Атланта к спитальному сочленению. Может быть, внутриутробное повышение давления. И гипоксия – это может быть, и гемоглобин, и обедненное питание. Очень много. Метаболические проблемы – это тоже. То есть это вообще, понимаете, это целый блок просто научной такой дискуссии, и очень интересно говорить. Но самое главное – нам надо в любом случае облегчить существование детей. Наши дети должны расти полноценной жизнью. То есть, понятно, есть массажи, логомассажи и так далее. Но мы в данном случае давайте начнем с тем, чем я в основном люблю работать. То есть существует база, а потом мы накручиваем на эту базу. То есть существует понятие ацидоз и алкалоз. И поэтому мы будем это отслеживать, то, что мы можем делать ежедневно, рутинно в наших домашних условиях. То есть мы будем мерить мочу. Давайте я немножко, да, немножко введу людей в курс дела, сколько должна быть моча, какая она должна быть моча, как быстренько. Да, но время, наверное, есть. Итак, что мы сделаем? Мы сделаем, утром мы будем мерить тыщиковую мочу. Вот ребенок встал, и мы сразу начинаем мерить эту мочу. Моча должна быть утром 5,5, 6,0. Тогда, значит, ночной детокс у нас идет. И попрошу вас, прекратите служить всех нутрициологов, что моча должна быть щелочная. Не должна она быть щелочная, потому что наш организм состоит из кислот. Мы потребляем белки, расщепляющиеся доминокислот. Мы используем углекислый газ, углекислый. А теперь я вам быстро скажу, чтобы все наконец-то поняли. Посмотрите, но никто же не сдает органические щелочи мочи. Все сдают органические кислоты мочи. Почему? Потому что изначально моча должна быть слабокислая. Сходите на курс биохимии, физиологии, она должна быть слабокислая. Цикл трикарбоновых щелочей или цикл трикарбоновых что? Кислот. Правильно? Цикл крепца. Поэтому нигде в нашем организме нет такого количества щелочей, которые мы хотим влить ребенку в соду, в эти минеральные воды. Вот этот аммиак щелоч, который не может удалиться. Вечером, так, быстренько. Вечером моча должна быть 6,5-6,75, где-нибудь так. 7 – это для норматимиков, если вы знаете, почему, допустим, передавали электролитов, было овощное питание. Ну, вот такое. После еды бывает изменение мочи в щелочную сторону. Так, Жирка, на я хоть спросить? Да, вот касательно вот мочи и как это связано с тем, что после болезни ребенок начинает либо гнать, либо откатывать. Вот как в моем случае, у меня младший вот замолчал просто. А у другого, кто ушел в кислую, Алишка, у нас просто поднялось СДВГ до невозможных уровней, мы не могли даже спать спокойно, смех появился. Вот прям вообще гнать начинает. Смотрите, хороший вопрос. Либо гнать, либо откатывать. Шикарный вопрос. И сейчас очень часто ходят такие, знаете, очень часто говорят, у нас лонковид. Лонковид год уже, лонковид-2, у нас все лонковид там. Последствия, нейровоспаление, поэтому ребенок сумасшедший, туда откат, сюда прикат. Давайте разберемся. Если вы, ребенок, когда болеет, при подъеме температуры, дети склонны к ацидозу. Мало того, дети склонны к кетоацидозу, потому что запасы гликогена в печени очень маленький. И поэтому я всегда рекомендую детям давать воду с медом. Пусть меня проклянут все нутрициологи, детям нужна глюкоза. Ребята, при кетоацидозе они быстро истощают запасы. И чтобы не уйти в кетоацидоз, чтобы у ребенка не появился, это фармацевтический запах изо рта и так далее, и так далее. То есть кетоацидоз нужен, бывает кетоацидоз искусственный, мы сейчас о нем не говорим для больных с эпилепсией. Это абсолютно другая тема. Извините. Для нормальных детей кетоацидоз – это патологическое состояние. Особенно, когда наши мамочки очень любят, тоже по советам каких-то гуру, наверное, специалистов, лечить их не антибиотиками, как полагается, или там еще какие-то специфическими методами медицинскими, а клизмами. То есть вот эти вот клизмения, смотрите, что вы делаете. Вы клизмите, с клизмами выходит щелочь, он еще больше погружается в ацидозное состояние. То есть вы ребенка просто затаскиваете в ацидоз. И потом, если вы живете в одном состоянии 3-4 дня, вы получаете то, что вы хотели получить. Слив электролитов, сдвиг. Слив электролитов, сливается натрий, калий, все эти электролиты. СДВГ у нас, значит, и бешеный ребенок. И вам все говорят, ну, конечно же, что это? Это у вас нервоспаление? И вот и кандида разорослась. Достаточно померить мочу. Тест полосками, тут кто-то, вот я вижу, спрашивал, за 3 копейки, я думаю, я постоянно их выставляю, они есть на Алиэкспрессе, они есть на Валбрис, они есть во всех аптеках, самые дешевые. Что такое тест полоски? Это просто лакмусовая бумажка, вы можете ее мерить. Питьевую воду, мочу и все, что угодно. Все, вы быстро отрегулировали. Кому надо, если ребенок сильно становится кислый, вечером 5,5 PH, вы добавили электролиты. Куча электролитов, все электролиты изначально рассчитаны на кислую мочу. Но бывают случаи, когда малыши попадают в состояние декомпенсации. И тогда у нас моча щелочная. Вот эти симптомы уже сложнее корректируются. И на щелочной моче происходит там… Ну, не буду я вдаваться в сложный процесс физиологии. Скажу, чтобы было понятно. Идет накопление аммиака, потому что аммиак – это щелочь, моча становится щелочная, электролиты тоже идет сдвиг. И мы видим мочу где-то 7-8. И когда у нас меняется… Есть такой ионный обмен, там, когда компенсаторно идет. И получается, компенсаторно организм вытягивает кальций из костей, натрий из клетки, магний, калий. И мы, когда смотрим биохимию крови, электролиты, мы смотрим и видим – ох, ты кальций поднялся! Классно! Натрий тоже! А это не классно, это признаки вашей декомпенсации. И ребенку плохо. Их надо задвинуть туда, где они должны быть, а не болтаться в плазме, понимаете, в сыворотке крови. И поэтому мы начинаем в таком случае подкислять. Да? Вот. И тогда этот процесс… Иногда надо дать просто, например, аскорбиновую кислоту, обыкновенную, небуферизированную. Убереть этот аскорбинат натрия без показаний на щелочную мочу будет еще хуже. И вот тогда мы очень быстро выходим из любых вот этих заболеваний, связанных с повышением температуры. Теперь продолжительный вопрос касательно щелочной мочи. Многие спрашивают. При щелочной мочке многие не отслеживают у нас. У нас есть всего пару врачей, если я не совру, которые вообще знают, что такое отслеживать. Но даже если они говорят отслеживать, они не объясняют, как это делать. Потому что они сами до конца не знают, сколько я раз сталкивалась с этим. Они мне говорят, и я, в принципе, понимаю, как выясняется больше них. Они мне назначают тот же самый нейромаг, цитрат магния. И вот этот момент, как он сейчас связан с тем, что ребенок плохо спит ночью. И с избирательностью вообще. Как в целом это все связано? Вот ребенок избирательным в еде, избирательным в одежде. Он либо вообще не хочет одеваться, либо не любит, когда его трогают. Вроде одевался, через какой-то период он прям раздевается. Или прям не любит, когда вот отсюда одежду одевают. Вот у меня самой было трогать, что мне до 4,5 вообще голый ходить. Вот прям убей голову. Только на улице. И то в пруду. Смотрите, тут вопрос очень такой серьезный. Я могу сказать, этот вопрос затрагивает не только состояние щелочной мочи и задержка аммиака в организме, но и состояние нарушения всей пищеварительной системы. Я часто вижу в протоколах специалистов, и вы в том числе, кто обращались к специалистам, все видят безумное назначение витамина D, вообще не по показаниям крови. Значит, витамин D, магний, кальций. Конечно, кальций почему все назначают? Потому что ребенок сидит же на бесказиновой диете, и логично, что ему нужно побольше дозы кальция. Сейчас у нас есть кальций, магний в протоколе, витамин D. Особенно специалисты туда добавляют еще спирулину с удовольствием, чтобы совсем щелочь так стояла, чтобы уже никуда это не вышло. И что еще? Аскорбинат натрия у нас великий. Или эстерсис. Что? Еще коллаген добавляют. Коллаген, да. Коллаген на этом фоне вообще, знаете, как говорят, не зайдет. И белки. Смотрите, что происходит. Так как все, что вы потребляете, идет через рот ребенка, то есть вы это даете не внутривенно, не по вене, вы это засовываете ему, значит, через ротик. После ротика эти все продукты, все ваши БАДы попадают в желудок. В желудке должна быть кислотность 2.0. А шкалу равняется 2.0, чтобы была адекватная желудочная секреция, чтобы все у нас усваивалось и не было нашего великого сибр-кандидного разрастания, потому что желудок – это одни из первых воротов на границе с инфекцией. И мы ему туда засовываем кальций. А теперь сделайте просто эксперимент у себя дома. Налейте водичку с уксусом и кинете туда капсулу с кальцием. И вы увидите реакцию. Во-первых, эта реакция происходит в желудке вашего ребенка. Во-вторых, это, безусловно, гасит желудочную секрецию. Магний туда же. Откройте таблицу Менделеева. Я не говорю ничего нового. Химия. Это, наверное, биохимия, первый, второй курс или десятый класс школы. Это минеральные, щелочные минералы. Щелочные. И они защелачивают. Они ничего такого не делают. Они нужны там, где они нужны. Почему? Потому что изначально организм человека должен быть слабо кислым. Ну, как бы мы все-таки стремимся к кислоте, и там работают буферные системы. Итак, вы нагружаете ребенка защелачивающейся спирулиной, витамином D защелачивающим, кальцием, магнием, там, еще вот такими защелачивающими. И ждете, что ему станет легче. Ему не становится легче. Вы начинаете мерить мочу, а на 8. Ребенок плохо спит, начинается вздрагивание. Почему начинается вздрагивание? Потому что кальций идет, ну, как бы в мышцы попадает. И это дает титанусу, такие судороги. Калий изменяет свое положение. Может быть, вообще гипотония. При алкалозе, когда кровь, кровь, я сейчас говорю про кровь, сдвигается в 7,4 и выше, вообще состояние алкалоза человеческий организм может выносить в очень непродолжительное время. Состояние алкалоза, если вы, допустим, вас вырвало, смотрите, либо вы надули шарик. Знаете, вот такое вот, голова как бы кружится, ни о чем думать не можете. И получается, ваш ребенок постоянно находится в этом состоянии алкалоза. О каком здесь вообще обучении может идти речь? Там о каких-то развивалках. Он начинает при алкалозе, там изменяющие насыщение крови. Он становится таким немножко замедленным. И вот эти состояния... И вам все говорят, конечно, у вас разрушается алкалгит. И далее. Я могу вам сказать, если кто-то из вас когда-нибудь лечил себе или кому-то, родственникам, язвенную болезнь сердца, всегда назначают два препарата. Ну, амепрозол – это блокатор, блокатор протоновой помпы, насоса. И альмогель, знаете, там, еще сейчас я не знаю, фосфолюгель, вот эти препараты, в которых содержатся кальций и магний, которые глушат желудочную секрецию. Когда вы заглушили желудочную секрецию, как вы думаете, что будет с вашим пищеварением? С пищеварением ребенка, этого нежного организма? Ничего не будет, будет расти кандида. То есть получается что? Даже боюсь сказать. Собственными руками, собственными БАДами вы загоняете ребенка в кандидное разрастание. Вот и все. Вот как-то так. Но я понимаю, вы хотите ответ на мой вопрос, что же делать? Что же делать, если вы видите щелочную мочу 8-7 вечера? Особенно с утра, если вы видите уже 7, лимонный сок, клюква, брусника, облепиха, витамин С, обыкновенный из аптеки, вот этот вот трехкопеечный, да? Кто может купить и на BioHelp, и там Stellar C, шикарный витамин. И отводить интоксикацию. Чем мы отводим? Допустим, аминодетокс. Вот я очень люблю с BioHelp препараты аминодетокса, где все аминокислоты, циклодетокса. Из таких аптечных препаратов, это у нас стимул, вот из российских, да, и гипомерц. Стимул, кстати, даже лучше работает, но я его не очень люблю, потому что там у ребенка и так печень работает на истощение. Вы добавляете еще добавки, кроме там цитрулина, там есть много доп. ингредиентов, поэтому лучше взять чистые аминокислоты, брать. Цитрулина отдельно, армитин отдельно, вон на BioHelp, прямо они банками продаются. Очень-очень качественные препараты, и не портятся, и можно долго применять. Так. Ответила на вопрос, или что-то еще добавить? Тут еще такой интересный вопрос, мне тоже вам, кстати, понравился, потому что у многих с этим проблемы. Я его даже и читаю. А если уже ногти ломаются, кальций низкий по анализам, молоко не пьем, что делать? Конечно, ногти ломаются, молоко не пьем. А когда вы сажаете ребеночка на диету, прежде всего, чтобы посадить на диету ребенка, вы должны знать, допустим, кроме всех вот этих вот, что глютен – это плохо, а молоко еще хуже, мы должны знать, что из себя представляет глютен. Вот кто-нибудь мне сейчас в чате ответьте, пожалуйста. Глютен – это что? Это вред. Нет? Пишут что-нибудь. Что это такое глютен? Это белок. Это белок. Ребята, вы убираете белок, вы убираете болочку, это тоже белок. Вы убираете два, кроме всего прочего, убираете два крупных компонента с белком. Соответственно, вы должны подумать, чем вы это восстановите. Это одно. Убираете молочку. Прежде всего, молочка, что содержит витамин В2? Обязательно кальций, калий и магний. Как вы это будете устать? Прежде, чтобы кто-то убрать, вы должны подготовить для себя базу. Чем вы это все заметите? Глютен – это пшеница, это все, там еще группа витаминов В. Соответственно, убрав это все, вы моментально должны вводить витамины группы В, компенсировать кальций, магний, в том числе и калий. Вот и думайте, как вы это будете делать. Я могу вам серьезно сказать, те дети, у которых нормальная переносимость лактозы и нету, как бы, таких серьезных проблем, вводите молочнокислые продукты. У вас, вот, например, я знаю, есть кобылье молоко, мне очень нравится. Шикарный препарат, можно помаленьку. Кобылье, но вводить не с молока, а с, скажите, молочнокислые, да, молочнокислые йогурты, делайте сами. И причем, знаете, как надо вводить, вначале введите сыворотку от этого продукта, а потом можете переходить. То есть все, что белое, это есть как бы сгусток казина, так скажем. Вот. И если пошла сыворотка, то можно потом попробовать ввести казин. И тут еще такой момент. Сейчас очень много публикаций есть. Конечно, не инстаграмных публикаций, извиняюсь, инстаграм я читаю редко. А есть публикации, что кальций усваивается с казином, кальций усваивается с лактозой. Поэтому убираю вот этот аспект. Хорошо, из природных источников у нас кальций – это кунжутные семечки, это все зелень. Но из зелени надо еще постараться добыть этот кальций, потому что кальций, зелень там укроп, спэниш, спэниш, забыла, по-русски как это, вспомню. Он, вот эти все зелени вам обеспечат еще аксалаты. И очень часто, если ребенок долго сидит на диете, знаете, как происходит? Ребенок сажают на бесказиновую диету, безмолочную, и в первую там неделю, две, три, месяц, два, мы видим шикарное улучшение. Почему? Потому что если он изначально был щелочной, мы это все убрали, все восстановилось, ему хорошо, он живет, шпинат, правильно, шпинат, да, спэниш, он должен получать. Вот умрите вы, но он должен получать. Если вы хотите нормального ребенка с красивыми зубами, с красивыми ножками и волосами, не вот эти вот непонятные. Поэтому, а вести тысячи миллиграмм через желудок из БАДы, это практически невозможно. Поверьте мне, я давно занимаюсь аутизмом, дети дают патологические реакции на это, потому что он не усваивается, а дает вам песочек в моче, и это плохо. Так. Много. А вот вопрос касательно зубов, потому что, как бы, зубы это такая проблема, потому что, когда у ребенка проблемы с зубами, нам приходится использовать наркоз, чтобы сделать. Как щелочная моча, алкалоз, ацидоз, вот вообще связан с зубами? Смотрите, что происходит. Значит, в нашем, так, в нашем организме PH крови должна быть 7,4. Это нейтральная среда. Но организм в каждый момент времени, занимаясь белковым, углеводным, жировым окислением, производит аминокислоты. Я уже говорила, это все кислоты, кислоты, кислоты. У нас очень много кислот. Наш организм работает, так скажем, на компенсацию этого состояния. Первое, что у нас есть, у нас есть буферные системы. Буферные системы что делают? Они на себя ацербируют, то есть, ну, не ацербируют, а как бы работают. Если вокруг кислота, они становятся щелочными. Вот. У нас 4 буферных системы. Гидрокарбонатная, гемоглобиновая. Опять же, ребенок, если не переваривает мясо, плохо работает. Белковый буфер есть. Опять же, если проблемы, значит, летит уже белковый буфер и фосфатная. Это почки. Так, быстренько прошлись. Потом физиологический ионный обмен. И когда у нас, сейчас я быстренько расскажу, когда происходит, что такое вообще PH мочи? это кислота и количество водородов. Чем больше водорода, тем кислее состояние. То есть это как бы обратно, ну, говорят, обратный логарифм, обратная закономерность. Больше водородов, водород это кислый, значит, кислее моча. Точно так же и в организме. Поэтому, когда много водорода и возникает ацидоз, организм компенсирует уже ионным обменом. Он кидает водород в ткани, в кости, в зубы и оттуда забирает кальций. Вот ваш коррес, слабость костей, может быть, астепороз, постоянные переломы. Если он водород меняет на калий, это гипотония, слабость, нежелание ничего делать. Натрий выходит, если в плазму в больших количествах, это в том числе и повышение как давления, так и внутричерепного давления. Вот. Даже так. Потому что натрий идет, воду за собой тянет, может и вот так будет. И второе есть состояние, когда при алкалоте тоже натрий, когда там нет вот этого процесса выделения тоже. То есть, понимаете, настолько обширные вообще физиологические особенности организма, что не зная их, ну не зная, как можно работать с детьми аутистами. То есть, ну, честно говоря, ну, кандида, ну, смешно. Слушайте, ну, неужели 8 лет мединститута мы изучаем только кандиду? Ну, конечно, нет. Но надо было тогда вообще на первом курсе вести на всем кандиду, на втором глисты. Скажите, кто-нибудь из вас пойдет к врачу, который закончил 3 курса? Ну, так вот. И, знаете, я так скажу, я врача, закончила 3 курса. Приходите ко мне. А почему вы идете, например, к нутрициологам, которые закончили 5 или 6 месяцев нутрициологии? Подумайте, чьи руки вы отдаете ребенка. Ну, как нам говорят, если бы все дело было в кандиде, а утизма уже не было бы. А, по-моему, сейчас его все больше и больше. Причем я даже считаю, что существует состояние, я их даже называю индуцированным аутизмом. То есть, ну, родился ребенок, допустим, есть гипоксия какая-то. Ну, бывает, да. Тяжелые роды. Может быть, даже какая-нибудь, может быть, аллергические реакции. Печень у детей незрелая. Учтите, ребенок рождается вначале с большой печени, потом меньше. Становится. Вот это все процессы. И вы попадаете, вам решили прокорректировать. Да, я вижу, альмагели уже детям назначают в 6 месяцев. Типа у них изжога, надо альмагели. Альмагели – загрузка алюминия. И альмагели – это нарушение всего процесса всасывания. Понимаете? То есть, а кто-нибудь еще за это ответственность не знает. Про черную плесень мы будем говорить отдельно. Да, это плохо. Итак, и получается, что вы попадаете на прием и вам начинают сразу травить кандиду. Есть она? Нету? Зачем? Все. Все под одну гребенку начали травить кандиду. Так как вы травите, вы сливаете электролиты. Все травки влияют на электролитный баланс. Например, веселые такие травки ваурситолокнянка, брусничный лист, наверное, слышали, камнеломка, чанка педра, с ним сливают калий. Не знаю, нас в мединституте учили. Посмотрите в справочниках по лекарственных травах. Больше 10 дней их не применяют, потому что при сливе калия вы получите брадикардию. Что такое брадикардию? Это замедление ритмов сердца, снижение гипотонуса и вялость у ребеночка. А если это действительно ребеночка невзрослая и неговорящая ребеночка, то что он вам будет выдавать? Он будет вам выдавать психи, крики, тревогу, закрывание ушей и валяние по квартире, нежелание заниматься. И вот такие вот состояния. Невозможно мне коротко отвечать на ваши вопросы. Если мы сейчас уже заговорили за кандиду, за антипаразитарные моменты, давайте обсудим такой момент, когда нам говорят, когда травят кандиду, вот сколько раз даже мне говорили, ребенок первоначально орет, кричит, агрессирует, да, и нам материалит, терпите, терпите, это пройдет, это кандидат так выходит. Но потом ребенок становится спокойным. А как вы это объясните? Прям очень спокойный. Ну, конечно, очень спокойный. Смотрите, давайте, я так думаю, давайте такой пример приведу. Тут у нас все мамочки, да, ну, есть и папочки, ну, папочки, ладно. Когда мамочка, допустим, рожает своего ребеночка, да, конечно, схватки все переживали, было больно, было плохо, вам говорят, терпите, потом станет легче. Что у нас получается, когда мы родили ребенка, вы лежите пластом, вы ни на что не реагируете, ваши резервы исчерпались. Что происходит с ребеночком? Вы его травите, травите. Он вам вначале еще сигнализирует, он говорит, мне плохо, мама, мне тут плохо, я ору, мне что-то не то. Но вам же, говорят, продолжайте. И еще говорят, ой, он ушел там в ацидоз, давайте соду зальем. Есть такие методики, даже боюсь называть эти препараты, потому что, не дай бог, кто-то из вас повторит, там, еще там защелачивают, еще вот это вот. И потом ребенку уже просто нет резерва. И он становится спокойным. При этом поднимается аммиак до безумных цифр. Гемоэнцефалический барьер, что такое гемоэнцефалический барьер? Это барьер, который отделяет, как бы, тельце ребенка от головы. У детей изначально полупроницаем. И весь этот аммиак с водой, с нарушенными вот этим электролитным балансом проникает аккуратненько в головной мозг. И в головном мозге у него возникает, так скажем, состояние отечности. Вот то, о чем любят говорить внутричерепное давление. Вот и все. И ему уже ни до чего нет дела. И очень многие дети в этом состоянии находятся долгое время, потому что я знаю протоколы, когда дети были по 3 и по 5 лет. И ко мне, знаете, обращаются дети, которым уже 15 лет, простите меня, когда ребенок с 3 лет, на рисе, что там, груша, вот все любят почему-то грушу, и кабачок, и пол кусочка курочки, да, все. И вода. Все это с содой смешивается, добавляется панангин, я знаю, вот так, в немеренных количествах. то потом уже сделать что-то невозможно. Понимаете? То есть все процессы... Я видела детей, которые в 10 лет вообще без зубов, без волос, а мамочки мне говорят, это кандида, это кандида, вы понимаете, мы продолжаем травить кандиду. То есть уже сознание матери, к сожалению, не поменять, и ребенка вытащить в этом состоянии уже невозможно. Простите. И я знаю, просто есть форумы, которые безумно, вот вам, я знаю, вот этот аутизм двушки, не устаю говорить, что это просто геноцид против детей. Видимо, видимо, должно быть сознание матерей, как это все делать. Но вы сами подумайте, если ребенок... Ну, вы видели детей Африки, да, дети Африки, худые, с круглыми животами. И как мы их все жалеем? Но тут выявилась такая новая фраза, это называется метахондральная дисфункция, это называется белковая недостаточность. Ваши Аккорд, синдром. Читайте белковую недостаточность не по Инстаграму, просто откройте учебник физиологии, учебник педиатрии для медицинских кузов, и вы увидите, что при недостаточности белка падает иммунный статус ребенка, падает гемоглобин, значит, иммунный статус упал, растет все, что угодно. Упал гемоглобин, у ребенка гипоксия. Как он может развиваться? Кальций не усваивается, потому что кальций надо пересчитывать всегда на альбумин. По анализу угрожи цена. Вот видите, как много, оказывается, есть вещей, о которых никто не знает. Вот протокол немчика, что я могу сказать, старый древний протокол состоит из инулина, омеги и антибиотика. Ну, что показало свою несостоятельность, уже давным-давно работают другими программами. Могу сказать, если без антибиотика, то ничего плохого не будет, это омега. Инулин, если вы проработали, если у вас хорошо все с пищеварением, там кто-то не завелся вдруг благодаря вот таким протоколам, потому что инулин – это пробиотик, на котором растут, опять же, как хорошие, так и плохие. Мы знаем, почему плохие растут. Плохие растут всегда быстрее, а хорошие как-то слабее. тут не один вопрос заинтересованных, потому что действительно странно так. Если генетика показывает, что не работает первая и вторая фаза детоксикации, то надо ли все время идти в сорбент? Смотрите, сорбент ни в коем случае, если вы имеете в виду сорбент, именно сорбент, то залит, допустим, но энтеросгель тут помягче, черный уголь, глина, любят увлекаться. Итак, что такое генетика? Давайте так, я врач, психиатр, физиолог, могу честно сказать. Та генетика, которую мы смотрим, это генетика снипсов. Снипс – это сингл-нуклея пептид. И знаете, что происходит? Как мне кажется генетика? Вообще детокс там смотрят стахромы. Стохромов великое количество много. В этой панели мы смотрим совсем чуточку. Я могу сказать, ну не знаю, вот у меня зеленые глаза, у кого-то там карие глаза, у кого плохая генетика? Кто-нибудь не ответит? Нет. Это просто вариабельность генома. И когда это не даун-синдром, ребята, это не синдром Кляйцфегера, это не делеция там по какой-нибудь 17-й хромосону. Ребята, что я хочу сказать? Извините, что вы, ребята, уважаемые мамочки. Что могу сказать? Ну, когда я вижу протоколы, я не смотрю генетику, могу сказать. Я прекрасно отвожу аммиак всеми способами. Те детки, которые приходят ко мне с родителями, мы разбираем досконально, что регулировать, когда регулировать, что давать, в какой конкретной ситуации. И когда мы составляем протокол, он изначально идет под протокол того ребенка, который, он был кислый, он был щелочной, он был нейтральный, с его особенностями реагирования, потому что, я знаю, все побежали за генетикой, сделали эту генетику, особенность сквенирования генома. Если вы мне подскажете специалиста, который сквенирование генома разберет, я сама первая к нему обращаюсь, потому что я не знаю таких специалистов, которые работают, профессионально работают, не то, что вам скажут, вы туда мегу пейте, а здесь не пейте. Но вот в этом случае, опять пейте, не пейте, но вы просто вам тут рассчитали. Какой толк от этой генетики, понимаете? Да, есть вот эти гены SOX, МАУ, но, опять же, МАУ вообще сейчас выяснил, что я последнюю статью читала, там их, мы смотрим, там два, три гена, их-то много. То есть то, что мы видим, это кусочек айсберга, а здесь куча генов, которые мы не, просто не можем диагностировать, поэтому генетику можно посмотреть, я как бы за, и можно что-то решить. Но, когда вы сказали, кто-то сказал, что детокс нарушен, но не могут все гены детокса нарушены. Точно так же, как вы знаете, я вам приведу такой пример, что такое генетика. Вы, наверное, все знаете, кошечки рождаются трехцветные, девочки, кошечки такие черепаховые, да, мальчики никогда не будут рождаться трехцветные, потому что мальчики умрут уже в утробе, потому что это генетика, и одна хромосома прикрывает другое. И я видела детей с эпигенетикой, с тяжелой генетикой, у них даже не было и приступов. Ну, вот так вот природа распорядилась, поэтому вот так вот прям серьезно относиться к этому и говорить, что вот я не думаю, что на этом надо ставить прям установку. Я считаю. И когда вы смотрите генетику ребенка, не забудьте посмотреть свою генетику. Очень часто бывает, что у родителей намного тяжелее генетика, вот по этим. И родители же развиваются нормально, живут полноценной жизнью, а вот ребеночек у нас страдает. Так. Тут сразу три вопроса на неуслоенность, неуслоенность. Если белок не усваивается, если есть лактозная недостаточность, и если у ребенка нет непереносимости, нужна ли диета? Так. Ребята, я, знаете, за что? Глютен как бы надо бы убирать, не потому, что его надо вообще убирать, а потому, что надо детей кормить полноценно. Это не то, что мы сейчас убираем. Знаете, вот что я вижу на диетах? Убрали глютен, и все начали кормить кукурузой. Чем сейчас кормят? Кенола? Рисом. Рисом. Вот. И все. То есть они на диете. А, гречка, гречка. Гречка вот это. И все. И больше ничего не дают ребенку. Ну, овощи немножко дадут, ягоды не дают, ничего не дают. И вы как бы считаете, что это полноценное питание. Что такое убрать глютен? Это убрать глютен и сделать ребенку нормальное питание. То есть на завтрак он, например, начинает есть мясо с овощами. Тушеные овощи, полноценное питание. А все это мы тушим с добавлением жира. Там обязательно. Потому что для развития головного мозга нужен жир у ребенка. А вот. Масло кхи. Если ваш ребенок, топленое, да, масло? Топленое масло. Если ваш ребенок переносит топленое масло, можно попытаться водить там немножко козью молочку, я уже говорила. Глютен пока подождите. Он бывает тригерита от иммунного заболевания. То есть все делаем аккуратно. Если есть какие-то особенности, я бы убрала глютен, но оставив овощи, мясо и все остальное. При лактозной недостаточности масло кхи без лактозной. Сейчас очень много продуктов без лактозной. Ну, поищите. Ну, просто без кальция ребенок. Понимаете, что происходит? Нервный импульс же нужен. Для прохождения нервного импульса нужен кальций. И если вы знаете, как вести кальций по-другому, кроме как через материнское молоко, допустим, козье молоко, там, кобылья, я, например, не знаю других источников кальций. Допустим, введение белка через спирулину, ну, простите, мы же не дети Африки. Ну, вот правда, может быть, дети Африки как-то эту спирулину и племена ацтеков переваривают, но я думаю, что в нашей генетике, опять же, вот мы сейчас затронули генетику, наша генетика, наверное, ваша генетика, лучше переваривать говядину, баранину, чем спирулину, как вы думаете. Вот. А в ки кальций, ну, чуть-чуть, ну, я думаю, совсем нет, потому что масло делается, процесс, прежде чем задавайте, так, прежде чем задавать вопрос, вы сходите в Яндекс и посмотрите, как делается масло кхи, там сепарация, что-то происходит, ну, вы пытаетесь лечить своих детей и даже не знаете, как готовится продукт, например, сметана делает сепарирование, например, изначально в сметане кальция и калия намного меньше, чем в том же йогурте, который делается из молока с заквасочными культурами, то есть вы, когда что-то даете ребенку, пожалуйста, Google, Яндекс.Помощь, ну, прочитайте процессы производства вот этих продуктов. Угу. Все. Ну, наверное, да? Да. Теперь такой вопрос именно про тробиотики и лакотобактерии. Угу. Хорошо. Давайте так. А убрав, опять я вернусь, убрав молочку, никаких лактобактерий активного роста мы не можем и говорить, потому что лакта – это у нас лакта, понимаете, молочная, ну, как бы им выгоднее жить в молочной среде. Если ребенок, допустим, в кетоацидозе, там растут бактериоиды, там другие вообще пробиотики полезные растут. И чаще всего по лакту ребенок дотягивает. Допустим, вы можете лакта возместить ферментативными продуктами. Той же квашеная капуста, вот рассол давать, те же комбуча, вот эти вот квасы, которые я, в принципе, очень люблю. Водяной гриб, вот этот водяной квас, как он называется, водяной кефир, я выставляла пару раз в сторис его. Вы делаете, с каждым приемом пищи даете 10, ну, 10-20, начинаете, миллилитров вот этого кисленького напитка, это вам дает хорошую ацидность, это хорошее переваривание белка, и это естественное пополнение пробиотического пола. Но чаще всего дети просчитают, скорее всего, по бифидобактерии. И вот лучше, если вы хотите, водить, конечно, с бифидобактерии, но вы должны быть уверены, что от ротика до попки, так скажем, у него все хорошо, потому что если у вас сибр в тонком кишечнике, и вы ввели искусственное лакто- и бифидобактерии, то ждите войны. И не факт, что эти лакто- бифидобактерии приживутся там, где вы хотели бы, чтобы они прижились. При, допустим, пониженной кислотности они вдруг ни с того, ни с сего могут прижиться в желудке или еще где-нибудь. А это уже называется синдром избыточного бактериального роста. Каждая бактерия, знаете, как каждый сверчок знает свой шесток. То есть каждая бактерия должна жить в определенно указанной ей месте. Как только она меняется, свою локализацию, это называется патологией. Еще быстренько скажу. Есть мамочки, которые параноидально увлекаются лакто- бактериями. Покупают эти вот пробиотики и год кормят лакто- бактерии. И я очень часто вижу по анализам органических кислот лакто-ацидоз. Мы начинаем изучать, думать там и разрастание бактериальное. Думаем, думаем, а это просто лакто-ацидоз от активного разрастания лакто-бактерий, когда они превысили свою количественную популяцию, они становятся патологией. Вот так вот. То есть надо проработать пищеварение. Смотрите, прорабатываем пищеварение, убираем все патологические факторы, чтобы было хорошее желчаток. Хорошая желудочная секреция дает хороший стимул желчаток. И тогда можно вводить понемножку. Я люблю заходить со споробиотиков, честно говоря. Потом бифидобактерии и прекрасно получается у нас восстановленный микробион. Теперь вот встречный вопрос, раз мы запланили каждый на свое месте. Я помню вот давно, но вы мне все на это говорили, у меня это засело в голове, тот момент, что препарат для кишечника, у нас сейчас все кишечники, пойдешь к врачу, он когда проблема находится в голове, в мочи, он начинает работать с кишечником. Первый этап кишечника. Вот они засели на этом и по полгода занимаются только кишечником. К чему я это? Что вы мне как-то сказали, что препарат перед тем, как попасть кишечник, он проходит две секции, а многие наши перепрыгивают, и я бы очень хотела, чтобы вы это повторили, потому что я так просто удивилась. Ну давайте так, чтобы просто я когда веду свои консультации, я стараюсь быть показательной, чтобы вам понятно было. Не так, что вот она кандида, она убила мир, она управляет нашим поведением. Вы знаете, я знаю людей с кандидой, причем с реальной кандидой, у них вот она выделяется, у них есть, что такое проявление кандида? Запомнили всегда, кандида это творожистое выделение, это выделение как творог, то есть у маленьких детей, я клинический врач, я видела случай, когда у малышей были вот за ушками прям белые творожистое выделение, на язычке белые творожистое выделение, ну у женщин во влагалище, да, ну у мальчиков, да, вот творог, все, это кандида, все остальное не кандида. Итак, что происходит, почему, знаете, у меня такое ощущение, что малыша или человека сейчас все рассматривают с попы, мы так вот перевернули и начинаем туда, в попу, все ребенку засовывать, то есть мы забыли, что ребенок, человечек наш, малышок, должен жевать, то есть если он жует, первичная обработка пищи идет слюной, слюна, переварили, понемножку начали жевать, уже мы убрали, я думаю, 30% патогенов, потом это аккуратненько через пищевод попадает в желудок, в желудочную секрецию, при пищеварении, химус, все это прекрасно работает, попадает там в ДПК, в поджелудок, и тут у нас еще нет, у нас особенно одаренные врачи начинают еще ферменты ссувать, то есть ну как-то так, думают, что сразу фермент должен попасть в поджелудок, в поджелудочную железу, в поджелудочную железу, PH щелочная, то есть каждый этап имеет свой PH, понимаете, укислотность, и при хорошей желудочной секреции идет, химус попадает, и там идет, как бы так объяснить попроще, запрос на желчь, и тогда желчь, желчь это такой тоже мощный, мощная жидкость, которая убивает все на своем пути, желчь, она щелочная, и то есть у нас убита вся патогенка, но когда вы уже изначального, ребенок не жует, слюна неадекватная, кто-то ее защелачивает, желудочная секреция нарушена, и вы все заходите, начинаете стимулировать желчеток, причем надо учесть, что для стимуляции желчетока, мы, значит, у нас там есть желчный пузырь, и в нем находится желчь, как минимум надо установить реологические свойства желчи, то есть желчь должна быть текучей, там есть маленькие сфинкт роди, которые надо открыть, вы можете стимулировать, стимулировать желчь, но если сфинктор не открыт, что будет, будет боли, Потом, первая желчь, которая уделяется, она очень агрессивная. Если был застой, вы должны к этому тоже приготовиться. Вот в этом случае кто-то меня спрашивал, надо применить ацербенты даже. Но ацербенты ни в коем случае мы на каждый день не применяем, потому что они ацербируют как плохое, так и хорошее. То есть макроэлементы, они все кальций, магний тоже туда же уходят с ними. То есть вот это тоже надо учитывать, что это тоже небезопасно. И очень часто бывают травмы кишечника. Так, мы как, нас по времени контролируем? Я просто нет. Теперь еще очень много кто задал вопрос касательно того, что ребенок потеет. Когда спит, когда чуть-чуть подвигается, он потеет так, как будто я, не знаю, 10 километров пробежал. Особенно, когда спит, прям вообще невозможно. Девочки, мамочки, смотрите, разобщение окислительного фосфолирования, неправильное производство энергии и неправильная ее утилизация вызывает потливость. И тут есть очень-очень много причин для этого. То есть чаще всего у детей это нарушенный детокс. Нарушенный детокс. И когда печень исправляется, начинает это все выводить через кожу. Соответственно, бывает и потливость, и алкалоз. И вот это вот, чешутся они, плохо спят. Тут что, витамин D здесь я не могу привязать. Да, некоторым детям при низком витамине, да при низком по анализам может помочь. Но я не видела такой корреляции. Скорее всего, когда мы убираем раздражающие факторы воздействия. То есть налаживаем детокс, уходит потливость. Энергия, энергия. Проблема с энергией еще усвоения. Бывает, там есть такие процессы, которые, если я сейчас затрону, давайте. Да, я поняла. Вот если вы согласитесь еще со мной провести эфир, потому что тогда мы будем более глубоко рассматривать. Такие глубокие, я думаю, мы проведем еще чуть позже. Уважаемые родители, прошу минуточку внимания. Сейчас мы отключим эфир для того, чтобы мы могли его сохранить, чтобы нас просто сейчас не выкинуло, потому что у нас 5 минут до конца часа. Эфир идет час. Как мы его сохраним? Минут 10 мы снова зайдем. И максимально я хочу разобрать сейчас следующие вопросы. Вирусы, смех, песок, запоры. Всегда ли смех – это кандида? И следующий вопрос, и я также сейчас буду искать вопросник. Хорошо? На что нажать? На что нажать? В правом углу, вверху, в правом крестик. Не сбрасываем, поделиться, сохраняем. И снова заходим в эфир. Поэтому мы будем все это перебирать. Почему ребенок плохо зует? Не умеет зывать. Не умеет глотать. И почему он рыгает? Вот буквально через 10 минут. Хорошо? Хорошо?